Новая волна управленческих кадров. Сегодня вручили дипломы выпускникам филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Студентов приехал поздравить глава региона. Сегодня их наряды конфедератки и мантии. Сразу более 30 студентов вуза получили красные дипломы. Самый массовый выпуск у кафедры госслужбы. Советные документы вручил глава региона. Евгения, поздравляем. Смех, удачи. Алина, поздравляем. Кто так звонал? Да, по улыбке идет, вам надо больше улыбаться. Михаил Игнатьев отметил, что у студентов вуза открываются большие перспективы. Среди выпускников Академии члены правительства, депутаты госсовета, главы муниципалитетов. Весьма наглядный пример. Все начинается с малого. Профессионализм и терпение помогают шагать вперед по ступеням карьерного роста. Сегодня практически законодательная база обязывает всех работодателей на государственной муниципальной службе проводить открытые конкурсы. Вы имеете право участвовать, соответственно, на этих конкурсах и, представляя себя, будете зачислены в резерв, в кадровый резерв или государственной службы, или муниципальной службы. То надо здесь представлять себя, подавать себя. Во власти, отметил глава региона, нужны не только блестящие образованные люди. Быть лидером по характеру, уметь оперативно принимать решения – главное качество управленцев. Для меня ключевое слово в любом возрасте является принцип трудолюбия. Я начал работать после получения в реальном секторе региона. Когда нас направляли, диплом получил, давали возможность пять направлений, из трех направлений, из двух направлений убирать. И выбор-то небольшой был. Я поехал в ХИПРО работать в городном учебнике, Саша. Работать техниками и электриками. И поработал потом армия, служба советской армии и пошла поехать. Будущих управленцев готовят по учебникам. Многие пособия написаны преподавателями вуза. Об этом главе региона рассказала библиотекарь Академии. Преподаватели читали, где-то там они ездят, практикуются. Производственные практики проходят на возмездной, безвозмездной основе. Нужны люди, которые на государственном муниципальном управлении, еще кроме того, чтобы выполнить закон о работе, еще по совести должны поступать. В разгаре работа приемной комиссии. Большинство абитуриентов подают документы на специальность государственное и муниципальное управление. В Академии реализуют и программы повышения квалификации. Какие чувства проводили вас после пить сюда? Как бы будущие специалисты, будущее в наших руках. Все это держится на нас. Быстро оформляете? Да, достаточно. Вежливо разговариваете? Конечно. В этом году у вуза круглая дата. За 20 лет работы в Академии подготовили более 6000 квалифицированных специалистов. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.